Очень солидная конференция. Предстоит большая работа. С этих слов начал открытие 13-й школы конференции «Проблемы геокосмоса» профессор и заведующий кафедрой физики Земли Владимир Семёнов. Научная онлайн-встреча с международным участием собрала лучших специалистов в области изучения ледников, почв, космоса. Из Камчатки, из Красноярска, из Москвы, из Кольского полуострова, из Финляндии, Швейцарии, Великобритании, Соединённых Штатов и многих других мест на земном шаре. В первую очередь спикеры обсудили проблемы Антарктики. Профессор кафедры геофизики Института наука Земли Герман Леченков поделился с коллегами фактами из истории региона. Он считается малоизвестным в плане научных исследований. Данный континент изучается всего около 60 лет. Хорошо известно, что Антарктида была открыта ещё в 1820 году экспедицией Белизгал из Лазарева. В это же время мореходы из Америки и Великобритании подходили к Антарктике. Но в последующие сто с лишним лет ничего было неизвестно практически даже о очертаниях этого континента. Южный материк региона Антарктида до сих пор не принадлежит ни одному государству. Согласно Конвенции об Антарктике, вступившей в силу в 1961 году, здесь разрешена только научная деятельность. Поэтому охрана природы Антарктики волнует буквально весь мир. Доцент Деловского технического университета Павел Дитмар отметил, что в настоящее время на планете Земля существует два ледяных щита – антарктический и гренландский. По словам докладчика, массы льда гренландского ледяного щита достаточно для того, чтобы значительно поднять уровень мирового океана. Мы все живем у подножия ледяной горы, которая, если обрушится на всем, нам будет плохо, поэтому надо на эту гору внимательно смотреть. Итак, что же происходит с ледяным щитом? Ну, в первую очередь, его масса постоянно пополняется за счет метеорологических осадков, в основном за счет снегопадов. Падающий снег со временем потихоньку уплотняется, превращается в фирм и через несколько лет становится ледяной массой. Местами ледяной, а зачастую умеренный по температуре водный покров, способен значительно изменить рельеф местности. А причиной тому – сейсмические явления. Ученые уделили внимание изменениям в науке сейсмологии и о том, как они влияют на нашу жизнь. К сожалению, сейсмология все больше и больше становится наукой не о землетрясениях, а наукой о сейсмических волнах. Потому что подавляющее количество работ, сейсмологических работ – это анализ волновых форм. И лишь небольшая доля работ посвящена, собственно, на землетрясениям, теория, которая объясняет возникновение землетрясений, и другие работы, которые посвящены просто анализу собственного землетрясения. Другая проблема – солнечные вспышки. Подобные солнечные протонные события, как называют их ученые, влияют на динамику нашей атмосферы, на химический состав, ионосферу и атмосферное электричество. Солнечные протонные события имеют сложную природу. Естественно, что источником протонов является Солнце. Протоны могут быть ускорены до высоких энергий как во время солнечных вспышек, так и позже на стадии распространения корональных выбросов массы. Затем они двигаются вдоль магнитных линий и достигают Земли, где могут быть измерены их параметры. Впервые за историю своего существования школа-конференция «Проблема геокосмоса» проходила не в очном режиме. Но, несмотря на непривычный формат, пленарная сессия прошла успешно. Подробно ознакомиться с выступлениями докладчиков можно на YouTube-канале университета. Запись доступна в настоящее время. Ксения Кулакова, Медиа-центр СПБГУ.